18 мая 1992 года вооруженными силами Армении был оккупирован Лачинский район Азербайджана. Лачин не избежал горькой участи постигшие другие районы Азербайджана, захваченные в ходе Первой Карабахской войны. Армянские вандалы разграбили и разрушили сотни объектов культуры, образовательных учреждений, жилых домов и прочую инфраструктуру. В целом в результате оккупации Лачинскому району был нанесен ущерб в размере свыше 7 миллиардов долларов США. И это еще приблизительные цифры. Реальное положение дел наверняка куда печальнее. Вторая Карабахская война положила конец 28-летней оккупации Лачина. После подписания документа о капитуляции Армении 1 декабря 2020 года район перешел под контроль азербайджанской армии. Незаконно размещенное на оккупированных территориях армянское население покинуло регион, поджигая дома и вырубая деревья. Тем самым был лишний раз подтвержден тот факт, что армян не связывает с Карабахом ничего помимо банальной жажды наживы. При желании Бердзором или Кашатагом можно обозвать любую приглянувшуюся землю, но от этого она не станет армянской ни на сантиметр. В Лачине предстоят масштабные восстановительные работы. В район вернется коренное население, которое будет жить в атмосфере полной безопасности и уверенности в завтрашнем дне. В совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября имеется пункт, касающийся Лачинского коридора, который обеспечивает сообщение между Карабахом и Арменией. Как известно, в настоящее время этот коридор проходит через город Лачин и контролируется российскими миротворческими силами. Согласно документу, в предстоящие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по коридору. После определения параметров нового коридора город Лачин будет возвращен под полный контроль Азербайджана. Это закономерные итоги осенней войны, попытки оспорить которые совершенно бесперспективны. Территориальная целостность Азербайджана восстановлена и итоги войны носят необратимый характер. Это касается и тех регионов Карабаха, которые не упомянуты в трехстороннем заявлении. В частности, ясность в этот вопрос внесло Министерство юстиции Азербайджана. При Министерстве создано Карабахское региональное управление юстиции. К его юрисдикции относятся город Ханкэнди, Ходжавянский, Ходжалинский, Шушинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский, Ахдамский, Джабраильский, Физулинский и Кельбаджарский районы. Помимо этого, Международная организация гражданской авиации подтвердила включение трех аэропортов на освобожденных территориях Азербайджана в каталог международных индексов местоположений. Так, обновленный реестр организации пополнили аэропорты в Ханкэнди, Ахдаме и Физуле. Ответственность за аэронавигационное обслуживание возложена на управление воздушным движением Азер-Аэронавигация. Это управление действует при авиакомпании Азербайджанские авиалинии. Границы данной ответственности утверждены Советом Международной организации гражданской авиации и соответствуют суверенным территориям Азербайджанской республики. Иными словами, никаких пробелов нет. Все остальное лишь вопрос времени, которое, будьте уверены, вовсе не пущено на самотек.